Мы об этом говорили с ребятами, спасибо за поздравление, мы об этом говорили с ребятами, что как правило после такого отсутствия длительного большого количества игроков может притупляться определенное взаимодействие. Но у нас было несколько дней, которые мы посвятили организации, тактике, ту игровому ритму, так скажем, команде, чтобы она вспомнила определенное взаимодействие в средней линии, при выходе из обороны, при стандартных положениях. Понятно, этих аспектов очень много, все охватить не получается, но точечные вещи, которые нам необходимы были к игре, мы постарались уместить. Поэтому большая работа штаба всего, да, ну и, конечно, выполнение всех заданий, действий самих ребят, которые стараются воплощать эти идеи, поэтому они большие молодцы в этом плане. Спасибо. Александр? Продолжение вопроса. Как Вы оцениваете, как Вы считаете, нынешние ситуации поездки в сборную, они ребят закаляют, как-то не ведут в плюсы? Или это, в принципе, перелет, потеря силы, соответственно, огромная связь? Нет, нет, мы, безусловно, говорим о том, чтобы и руководство клуба об этом заявляло, и я, естественно, как человек, который работал в системе сборных команд большое количество лет, понимаю, что сборные должны жить. Понятно, наша сборная, тем более большое количество игроков, и мы очень рады, что сегодня наши ребята востребованы в национальных сборных, плюс у других ребят была Лига наций, да, это очень хорошее соревнование, поэтому Эдгар и Наир принимали участие, поэтому кто-то готов чуть лучше, кто-то готов чуть-чуть по тонусу чуть хуже, поэтому игровое время распределили, но, опять же, мы прекрасно понимаем, что сейчас предстоит нам и кубковый матч, и потом через два на третье игра уже календарная в чемпионате, поэтому сейчас, естественно, все пригодятся, футболисты, вся обойма игроков, и рассчитываем на всех, сейчас это сказали, коллективу об этом. Спасибо. Давайте продолжим. Совершенность последняя компания сейчас, да, есть серьезные усиления, кому-то такое оцениваете вообще? Ну, я бы, знаете, вот с чего бы начал, что здесь, вот в этом плане, когда мы говорили о точечных каких-то определенных усилениях, очень здорово, можно сказать, точечно сработал клуб, руководство клуба, те люди, которые вели переговоры, скаут, спортивный директор, генеральный директор, потому что, во-первых, очень долго следили, да, и Монтас, если говорить конкретно о нем, да, который был приобретен, во-первых, это очень такая гибкая, хорошая покупка для клуба, да, но самое главное, что хороший возраст, капитан своей национальной сборной в Мексике, игрок с международным опытом с большим, и все самое главное, что во время вот этих всех длительных переговоров не было никакой течки информации, все прошло очень тихо, то есть достаточно профессионально, и молодцы коллеги, что этот трансфер довели до логического завершения, абсолютно. Мы с Эсером поговорили, когда он прилетел, понимаем, что была сборная, возвращение опять в Мексику, потому что они играли в США, из США до длительный перелет опять в Москву, понятно, плюс синтетика, сразу обговорили, что, скорее всего, его не будем сегодня трогать, но чтобы он с нами приехал и посмотрел атмосферу внутри команды, чтобы он вклинивался, чтобы он уже, понятно, что языковой барьер есть, но начал с ребятами коммуницировать, языками жестов, атмосферу почувствовал и так далее, но уже времени, как бы игра прошла, и ему уже в ближайших матчах придется выходить, ну не придется, а будет выходить, дебютировать, так сказать, и помогать нашему коллективу. Спасибо, Александр. 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 Александр. Вы знаете, я за то, чтобы, конечно, средства массовой информации освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, да, иногда и надо критиковать, когда этого требует ситуация, но без таких, наверное, эпитетов, потому что они тоже все читают, они тоже склонны и подвержены молодое поколение игроков каким-то шараханием, поэтому не добавляйте нам работы дополнительно, да, пусть идет, как говорится, в положительном русле, но что касается Алексея, он здравый парень, он понимает всю ситуацию, но и самое главное, что мы, как тренер и тренерский штаб, помогаем ему и остальным в их развитии, стараемся помогать. Спасибо.